Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема нашей сегодняшней лекции – процессы переноса. План занятия. Первый вопрос – виды процесса переноса в газах, то есть дефузия, теплопроводность, вязкость и фузия в разреженном газе. Второй вопрос – связанный с коэффициентами теплопроводности, внутреннего трения и дефузии. Термодинамические потоки, связанные с переносом вещества, энергии или импульса, из одной части среды в другую возникают в случае, если значения тех или именно физических параметров различны в различных точках среды. При наличии в среде различной концентрации какой-либо премуси возникают дефузионные потоки. В случае разной температуры тепловые потоки, при различной скорости течения, потоки импульса или количества движения. В первом случае говорят о явлении диффузии, во втором – о явлении теплопроводности, а в третьем – о явлении вязкости. В диффузии называется процесс самопроизвольного выравнивания концентрации веществ в смесях. Она наблюдается в различных средах, но ее скорость сильно зависит от агрегатного состояния вещества. В газах это явление происходит достаточно быстро, что мы можем, в частности, наблюдать по тому, как происходит распространение запаха в воздухе. В жидкостях явление диффузии происходит значительно медленнее и проявляется, например, при растворении в них твердых тел или при взаимном смешивании различных жидкостей. Для наблюдения диффузии в твердых телах обычно требуется очень большое время. А теплопроводность – это явление, приводящее к выравниванию температуры в различных точках среды. Интенсивность тепловых потоков при теплопроводности в твердых телах сильно зависит от свойств тела. Наибольшую теплопроводность имеют металлы, а наименьшую – различные теплоизолационные металлы, такие как аспес, пенопласт и то и другое. Достаточно большая теплопроводность металлов связана с тем, что в них перенос теплоты осуществляется не вследствие хаотического движения атомов и молекул, как, например, в газах или жидкостях, а свободными электронами, имеющими гораздо большие скорости теплопроводного движения. Явление вязкости или внутреннего трения наблюдается как в газах и в жидкостях таких твердых телах. Оно приводит к возникновению силы сопротивления при движении тела в жидкости или газе или к затыханию звуковых полн при прохождении их через различные следы. В частности, с явлением вязкого трения связан процесс затухания колебаний в механических осцилляторах. Для количественного описания термодинамического потока вводят величину G, численно равную количеству физической величины, переносимой за одну секунду через выбранную поверхность. Процессы переноса в газах могут быть описаны с использованием молекулярно-кинетической теории. Такое описание дает правильные выражения для уравнения переноса и приближенные формулы для расчета коэффициентов переноса. Проведем описание диффузии в примусе одного газа в другом. Для простоты будем считать, что оба газа имеют практически одинаковые молекулы и их суммарная концентрация постоянно и равна величине N1 плюс N2 равно N, где N1 и N2 – это концентрация газов. Введение последнего условия необходимо для того, чтобы в системе не возникало микроскопическое перемешивание газов, а их взаимное проникновение происходило только за счет диффузии. Пусть концентрация диффузирующего газа N1 зависит только от одной координаты X, то есть N1 равно N1 от X. Тогда физической величиной, перенос которой в данном случае осуществляется в последствии диффузии, является относительная концентрация газа, которая также зависит только от переменной X, то есть ω от X равняется N1 от X, деленный на N. Постановка этого выражения в формулу дает уравнение диффузии в виде G омега равно минус 1 треть В среднее N лямбда Д омега по ДХ. Отсюда G N1 равно минус 1 треть В среднее лямбда Д N1 по ДХ. Соответственно, выражение для потока частиц G N1 принимает формулу, то есть G N1 равно минус D S D N1 по ДХ. Дивиденный коэффициент D называется коэффициентом диффузии. И по формуле можно узнать, что D равняется у нас 1 треть В среднее лямбда. Аналогичные выражения могут быть записаны и для второго газа, имеющего концентрацию N2 также. Учтя, что G ρ1 равно M N1, имеем формулу следующую, то есть G ρ1 равняется минус D S D ρ1 по ДХ, где ρ – это плотность диффузирующего газа. С учетом формулы для длины свободного пробега лямбда, где сигмает эффективное сечение молекулы газа и выражение для средней скорости имея, мы можем записать формулу коэффициента диффузии в следующую формулу. То есть D равно 1 деленный на 3 седьма N и в корне 4 КТ деленный на ПМ. Как следует из этой формулы, коэффициент диффузии растет с повышением температуры, то есть коэффициент диффузии зависит от температуры в корне. И уменьшается при увеличении концентрации. Уменьшение коэффициента диффузии при увеличении концентрации молекул связано с уменьшением длины свободного пробега, что приводит к более частным соударениям диффузирующих частиц с молекулами газа. При описании теплопроводности в качестве переносимой величины омега выступает энергия теплового движения молекулы газа, то есть омега от Х равно I на 2 КТ от Х, где I число степеней свободной молекулы, а температура считается зависящей только от координаты Х, то есть Т равно Т от Х. Тогда выражением G омега можно записать в виде минус 1 треть в среднее n лямбда д омега по ДХ. И оно дает уравнение теплопроводности, то есть GQ равно минус 1 треть в среднее n 0 лямбда и на 2 КТ по ДХ. Если учесть соотношение ИКН деленное на 2, оно равняется СВРО, где СВ это удельная теплоемкость газа при постоянном объеме, учтя, что РО это МН, плотность газа, то уравнение теплопроводности приобретает вид. Следующий вид. Здесь К это коэффициент теплопроводности, оно равняется 1 треть в среднее лямбда среднее СВРО. Из этой формулы следует, что с повышением температуры коэффициент теплопроводности тоже увеличивается. Но в отличие от коэффициента диффузии, этот коэффициент не зависит от концентрации молекул газа. Эта особенность связана с тем, что в более плотном газе в теплопроводности участвует большее количество молекул, но при этом вследствие меньшей длины свободного пробега лямбда энергия передается на меньшие расстояния. Для более разреженного газа ситуация обратная. В переносе энергии участвует меньшее число молекул, но этот перенос осуществляется на большие расстояния. Независимость теплопроводности от концентрации молекул газа справедлива только в том случае, если в нем отсутствует макроскопическое перемешивание и перенос энергии осуществляется без переноса вещества. Уравнение вязкости газа может быть описано с помощью уравнения G омега равно минус одна треть nn лямбда д омега фото х. При постановке в него в качестве переносимой величины омега импульса молекулы при упорядоченном движении газа в направлении перпендикулярном оси Ох омега от х равняется му от х, где у от х – это скорость течения газа в направлении перпендикулярном оси Ох в точке с координатой х. У равно у от х. С учетом этого уравнения вязкости будет иметь в виде gp равно минус одна треть во среднее лямбда рот д у по д х. Тогда формула для учета потока импульса gp пробитает вот этот вид, где коэффициент вязкости это определяется с помощью следующее выражение. То есть это равно одна треть во среднее лямбда среднее ρ. Величина gp имеет смысл с силой, с которой слой газа, двигающийся в направлении перпендикулярном оси Ох, действует друг на друга. И учитывая формулы средней скорости и еще средней длины свободного пробега, мы можем определить коэффициент вязкости это с помощью этой формулы. Температура зависимости коэффициента вязкости аналогична зависимости для коэффициента теплопроводности. То есть это зависит от температуры корня. И этот коэффициент, так же как и теплопроводность, не зависит от концентрации молекул газа или плотности газа. Зависимость коэффициента вязкости от плотности газа имеет то же объяснение, что и для теплопроводности с повышением плотности увеличивается число молекул, переносящих импульс, но уменьшается расстояние, на которое этот перенос осуществляется. Следующее мы сейчас запишем, в таблице написаны уравнение переноса, диффузии вязкости теплопроводности и формула для коэффициента переноса. Здесь вот при диффузии переносимая величина это масса, то есть ДМ равняется ДДРУПОДЗСДТ, а Д коэффициент определяется следующей формулой. Дальше при вязкости переносимая величина это импульс, то есть ДП равно ЭТДУПОДЗСДТ. Коэффициент переноса, то есть вязкости ЭТА определяется следующей формулой. Также в теплопроводности передается энергия в форме тепла, то есть КУ. И коэффициент вязкости также определяется следующей формулой. С помощью формул для коэффициента переноса, то есть сравнивая выражение для коэффициента переноса, получим следующее соотношение между ними. То есть ЭТА равняется у нас РОДЭ, а К равняется СВЭТА. Отсюда вместо ЭТА поставим РОДЭ, то есть ЭТА отсюда К равняется СВРОДЭ. Все три коэффициента зависят от средней длины свободного пробега молекул газа. Поэтому из опытов по диффузию теплопроводности или вязкости газа можно вычислить лямбда среднюю, то есть среднюю длину свободного пробега и подсчитать эффективное поперечное сечение со ударением молекул СИГМУ. Состояние газа, при котором длина свободного пробега его молекул становится порядка или более характерного размера сосуда Л, в котором находится газ, называется вакуумом. Различает низкий вакуум, при котором Л меньше Л, лямбда меньше Л, средний, тогда Л равняется лямбда. И высокий, или глубокий, при котором лямбда намного больше Л. Отметим, что газ при одной и той же плотности в сосудах разного размера может находиться в обычном состоянии, при лямбда намного больше Л и описывается полученными выше уравнениями переноса. А может представлять собой вакуум при лямбда больше Л, для описания которого это уравнение неприменимы. Так, в частности, воздух при нормальном атмосферном давлении в небольших порах дерева или почвы может находиться в состоянии вакуума, в отличие от того же воздуха в микроскопическом сосуде. Рассмотрим процесс переноса в разреженном газе. Пусть имеется заполненный разреженным газом сосуд, разделенный перегородкой с небольшим отверстием. Будем считать, что размер отверстий толщина перегородки много меньше длины свободного пробега молекул газа. Процесс истечения разреженного газа из отверстия, характерные размеры которого много меньше длины свободного пробега, называется эфузией. Если стенки одной части сосуда поддерживать при температуре Т1, а второй при температуре Т2, то плотность потока молекул из первой части сосуда во вторую будет определяться следующей формулой. То есть G1 – это 1 третье В средней, В1 средней, Н1. А из-за второй в первую, соответственно, с помощью выражения, то есть G2 равно 1,6 В2 средняя, Н2. Где В1 и В2 средние скорости молекул в первой и во второй частях сосуда, зависящие от температур Т1 и Т2. А Н1, Н2 – это, соответственно, концентрация молекул в этих частях сосуда. Будем считать, что молекулы, движущиеся в отверстии, навстречу друг другу, не сталкиваются между собой. Тогда, учитывая выражение для средней скорости молекул и зависимости концентрации молекул Н от давления П и температуры Т для одного газа, позволяет определить суммарную плотность потока, то есть G равняется G1 минус G2. Из первой части сосуда во вторую определяется следующая формула, где П1 и П2 – это давление газа в первой и во второй частях сосуда, соответственно. Эта формула описывает процесс эфузии разреженного газа через маленькое отверстие в перегородке между двумя частями сосуда. Газ, в которых имеют соответственные температуры Т1, Т2 и давление П1 и П2. Из этой формулы можно получить условие, при котором разреженный газ в двух частях сосуда будет находиться в равновесии. Полагая формулу плотность потока, G равняется 0, имеем, что П1 на Т1 в корне равняется П2 на Т2 в корне. Если температура стенок в двух частях рассматриваемого сосуда различны, то в состоянии равновесия давление разрезанного газа в этих частях будет также различным. В части сосуда с большей температурой стенок давления газа также будет большим. Если давления по 1 и П2 были первоначально одинаковыми, то вследствие эфузии газ начнет перетекать из области с более низкой температурой в область с более высокой. Это явление называется тепловой эфузией. Примером природного явления, в котором проявляется тепловая эфузия, может служить процесс выхода воздуха из почвы днем и всасывания его в почву ночью. Дневные часы верхний слой почвы нагревается, и воздух по небольшим порам и отверстиям в почве выходит наружу. Ночные часы, в средстве охлаждения верхнего слоя почвы, процесс происходит в обратном направлении. Для разделения газовых смесей, в частности смесей изотопов, нашло применение явления изотермической эфузии. Это явление заключается в том, что газ из смеси, молекула которого имеет меньшую массу, более интенсивно проходит через пористую перегородку, чем газ, имеющий более тяжелые молекулы. Изотермическая эфузия нашла применение, в частности для разделения изотопов урана при его обогащении. В разреженном газе имеет место радиометрический эффект отталкивания от нагретой поверхности другой, более холодной пластины. Если длина свободного пробега молекул газа сравнима или меньше расстояния между пластинами, то происходит непосредственный перенос импульса молекулами газа от горячей пластины к холодной, что и приводит к проявлению силы отталкивания. Теперь, заканчивая нашу лекцию, перейдем для вопросов закрепления. Первый вопрос. В каких случаях возникают термодинамические потоки? В какой процессе называется эф-дифузии? Напишите уравнение теплопроводности. С помощью какого выражения определяется коэффициент яскости это? Какой вам процесс называется эф-дифузии? Спасибо за внимание.